Клубы, дыма и чёрное небо над Одессой. В воскресенье утром 3 апреля российские войска нанесли удары по портовому городу. Жители домов недалеко от пострадавших объектов рассказывают о сильных ударах. Живу вот в этом доме, восьмиэтажном, в 6 часов утра. Россия по нам нанесла свой ракетный удар. Вот эта шарпнель прилетела в наш дом. Россия заявила, что нанесла ракетный удар с кораблей и самолётов. По нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых якобы осуществлялись поставки топлива для украинских военных на Николаевском направлении. По данным Одесского горсовета, часть ракет сбили системы ПВО. Пострадали объекты критической инфраструктуры. В свой 39-й день полномасштабной агрессии Россия начала с ракетного удара. Одесская область была в числе приоритетных целей. Противник продолжал свою гнусную практику уничтожения критически важной инфраструктуры. В некоторых районах города виден дым. Тем временем из соседней Николаевской области, где несколько дней назад российские войска разрушили ракеты из зданий облгосадминистрации, снова поступает информация о ракетных ударах. Деталей пока не сообщается. Город посетил и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослава Корчук. Он ездит по разным уголкам Украины с гуманитарной миссией. У себя в телеграм-канале он показал, что осталось от гостиницы, в которой его группа останавливалась во время гастролей на юге страны. Кроме того, музыкант проведал в Николаевской больнице женщин, пострадавших от российского вторжения. Среди них и те, кого удалось спасти из-под завалов Николаевской ОГА. Музыкант выступил перед пострадавшими. Тем временем глава области сообщает, что, несмотря на угрозы, в Николаеве нет паники. «Орки настолько тупые по перехвату, говорят, что надо бить по Николаеву беспокоящий огонь, чтобы все паниковали. У нас очередь в город, очередь из машин в город». Жители Каховки, Херсонской области, скандируют пришлым из России захватчикам «домой». «А ты завтра меня дашь, да и все». В ответ российские военные открыли стрельбу. По данным украинских СМИ, есть раненые и задержанные. Как сообщают украинские власти, 11 глав местных общин находятся в плену. Идут переговоры об их освобождении. По состоянию на сегодня в плену находятся 11 глав местных громад из Киевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Мы информируем о них, как и о других пропавших гражданских лицах Международный комитет Красного Креста, ООН и все возможные организации. За прошлый день на территории освобожденной Киевской области саперам удалось изъять и уничтожить 197 единиц взрывоопасных предметов. В самом Киеве новость об отходе российских войск жители воспринимают с оптимизмом. Последние три дня обстрела практически нету, не слышно. Поэтому и люди, наверное, стали выходить, и все рынки начали в городе Киеве работать. Я очень рада, что наши войска смогли, так сказать, контрнаступлением отогнать российские войска, что у Киев более-менее в безопасности, что мы спокойнее спим. Однако о возвращении к нормальной жизни пока говорить рано. Мы надеемся, но так как до войны, конечно же, уже не будет. Потому что я так думаю, что те, которые уехали, люди, вернется какая-то часть. Все все равно не вернутся, потому что настолько напуганы войной. В Черниговской области также рассказывают о жестокости российской армии. На этих кадрах парк семейного отдыха в Харькове, не имеющий ничего общего с военной инфраструктурой. Пробиты осколками статуи детей и разрушенные карусели. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Украинской генпрокуратуры, пострадали не менее 416 детей. 158 деток погибли. В Харьковской области, как сообщается, усилились атаки в Изюмском направлении. По данным властей, 80% города Изюм разрушено. О масштабных разрушениях в своем городе продолжают сообщать и мариупольчане. Это 769 дом, 4-й подъезд. Все, что осталось, кусочками. За дом не пойду. Опасно пока. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам страны призвал каждого внести посильный вклад в приближение победы над российскими захватчиками, развязавшими войну против Украины. А также в очередной раз обратился к Западу. «Наш героический Мариуполь продолжает сдерживать значительную часть сил врага. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов, Украина выиграла бесценное время. Время, которое позволяет подорвать тактику врага и ослабить его возможности. К сожалению, Украина еще не получила в достаточном количестве современных западных противоракетных комплексов, не получила самолетов и не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли и еще могут. Каждая российская ракета, попавшая в наши города, и каждая бомба, сброшенная на наш народ, на наших детей, только добавляет черный цвет в историю, которая будет описывать всех, от кого зависело решение. Решение о том, помогать ли Украине современным оружием». Всего за 39 дней войны российская армия уничтожила в Украине 6800 жилых домов. Такие данные приводит украинский министр развития общины территории Алексей Чернышов. По его словам, число разрушенных жилых зданий растет с каждым часом, и объемы этих разрушений катастрофические.